Постановление правительства номер 1498. Цифры этого документа стали хорошо знакомы коммунальщикам и старшим по домам. Постановление позволило перенести плату за ОДН из коммунальных услуг в стоимость содержания общего имущества. Однако отсутствие четкого порядка расчета оплаты ресурсов внесло неразбериху в начисление оплаты, привело к росту платежей и вызвало негативную реакцию со стороны общественности. К нам поступают обращения у людей, у которых за 30-метровую квартиру начисляется по 145 и больше рублей этого самого ресурса на содержание дома. Просто потому, что методика расчета заточена под учет подвалов, чердаков и так далее, увеличивающих многократно эту плату, в реальности превращается в сотню рублей. Согласно правительственному постановлению, регионы должны утвердить нормативы потребления электроэнергии, отведения сточных вод, холодной и горячей воды. Но отсутствие формул расчета данного норматива может привести к очередной неясности. В феврале управляющие компании должны были произвести перерасчет. В городе Ульяновске все управляющие компании, за исключением некоторых, я предоставил такую информацию, вошли в положение граждан и произвели уже в феврале месяце перерасчет. Ряд управляющих организаций до сих пор осуществляют начисления за ОДН по рассчитанному размеру платы. В список вошли 11 таких организаций. Указания о проведении перерасчета в региональный информационный центр не поступали. Выход из геразберихи в ЗСО видит один – навести порядок в определении норматива и расчета стоимости. Нужно помыть подъезд. Давайте утвердим норматив на мытье подъезда. В зависимости от количества этажей – 5, 6, 7, ну пускай 10 ведер. Собственники решают – моем 4 раза. Поможем на 4 – вот вам норматив этой услуги при содержании. То есть пересчитать норматив ресурсов с учетом объемов и периодичности. Этого, по мнению парламентариев, будет достаточно для успешной работы всей системы. Дарья Судоева, Юрий Конихин. Новости Ульянской правды.